А мы продолжаем и ждем нашего спикера, президента Лузитанского центра культурного единения из Португалии, города Лиссабона, Аннаклета Хосе Мануэль. Родился в Лиссабоне, в Португалии, окончил юридический факультет католического университета, работает юристом сейчас в министерстве, изучает эссофию с 1979 года, он является редактором журнала «Биософия». Также Хосе Мануэль является президентом культурного центра, где впервые на португальском языке были опубликованы три тома текстов Елены Петровны Блаватской и полная португальская версия комментариев к тайной доктрине. И другие книги, которые включают, в частности, переиздание эзотерического буддизма Синета и тайных книг Блаватской Дэвида Рейла и Нэнси Рейла. Автор книг, около 40 книг он написал. И более того, он написал еще предисловие к португальскому изданию «Голос безмолвия». Он автор 24 панелей выставки, посвященной Елене Блаватской, которая состоялась в Лиссабоне в мае 2018 года. И до сих пор анаклета Хосе Мануэль является активным участником и организатором таких выставок. Он также организатор и лектор нескольких конгрессов. Автор сотен лекций и сотен статей по теософии, эзотерической философии и духовным традициям. Господин анаклета Хосе Мануэль, встречаем Португалия-Лиссабон и его доклад «Гармония циклов». Добрый день. Братский привет всем теософам. Давайте мы все принесем миру мудрость, сострадание, радость и мир. Вся архаическая мудрость, как восточная традиция, так и греческая и эллинская классическая древность, а также источники их влияния, были пронизаны представлениями о цикличности времени. Ритмы и ритуалы жизни мягко согласованы с природой, с космическим балансом, в огромной взаимосвязи всего и вся. Представление о циклическом времени и, следовательно, о бесконечном времени преобладало в древней мудрости, распространенной среди самых разных народов и регионов планеты. Мы все знаем, что в Индии, в её духовной и культурной традиции, существовало и до сих пор существует учение о югах в мировых эпохах, таких как Сатья или Крита-юга, Золотой век, Трета-юга, Серебряный век, Два пара-юга, Бронзовый век, Кали-юга, Черный век и нынешняя юга. Тетрацикл начинается снова с новой Сатьи-юги. Приведу лишь несколько примеров. Подобные идеи возникли и пустили корни в таких странах, как Китай или Персия, или в других духовных течениях, таких как Маздеизм, Даосизм или Буддизм. До сих пор в Индии в таких текстах, как Пураны, двипы упоминаются ещё более великие циклы, относящиеся к глобусам планетной цепи. То же самое мы находим в Зэнд-Авесте у Каршваров. Существуют также бесконечно малые циклы. В древние века и особенно до начала Кали-юги великие мудрецы, риши, тиртхангхары, мастера мастеров, были способны получить прямое знание реальности, чей логос они слышали, с помощью способов, которые сегодня кажутся нам почти невероятными, и которые мы едва ли можем даже постичь. В древней Греции Гесеот установил разделение на пять эпох. Золотую, серебряную, бронзовую, героическую и железную. Позже Авидий исключил героическую эпоху, а также каталогизировал четыре эпохи, так же, как в индуистских текстах. Идея циклического времени считалась верной во многих греческих и эллинских философских школах, а не только в стаической. Великие мудрецы всех времён, мастера сострадания и мудрости, знали и умели это лучше, чем кто-либо другой. В письмах Махатм Ксиниту утверждается, что в благоприятные времена мастера иерархии сострадания и мудрости высвобождают экспансивные энергии, в другое время их влияние в основном защитное. В прологе «Тайной доктрины» мы можем прочитать следующие слова Елены Петровны, в которых излагается второе положение, положение о периодичности, из которого вытекает цикличность всего существующего. Она говорила, «Вечность Вселенной в целом, как безграничный план, периодически игровая площадка бесчисленных Вселенных, непрерывно проявляющихся и исчезающих, называемых проявляющимися звёздами и искрами Вечности. Вечность Странника подобна мгновению, мгновению ока самого существования, как было написано в книге Дзиан, появление и исчезновение миру подобно правильному возвращению приливов и отливов». Это второе утверждение «Тайной доктрины» является абсолютной универсальностью того закона периодичности, который физическая наука наблюдала и зафиксировала во всех областях природы. Такое чередование, как день и ночь, жизнь и смерть, сон и бодрствование являются фактом настолько распространённым, настолько совершенно универсальным, не имеющим исключений, что легко понять, что в нём мы видим один из абсолютно фундаментальных законов Вселенной. однако совсем недавно миру была навязана идея линейного времени, а не циклического, с вытекающими из неё последствиями предполагаемого прогресса неограниченного производства и труда. В самом непосредственном смысле это западная конструкция, но она также была усвоена и многими восточными странами. Это привело к нарушению естественных ритмов, к разрушению природы и к тому, что всё больше и больше усилий и акцента уделяется направлению на профессиональную работу. Это стало утомительным, это истощило всю человеческую энергию, которая почти вся сводится к этому. В случае многих людей, которые даже имели привилегированный доступ к культуре, всё большее значение передаётся обучению, профессиональному успеху и экстериоризации, внешней деятельности в ущерб внутренней жизни. И всё же, независимо от философии, духовности, религий, цикличность существования легко прослеживается в природе и в нас самих. Неспособность заметить это, показывая, до какой степени мы позволили себе запутаться в искусственности, в нереальности. Наше сердце совершает циклы между расширением и сокращением. Что бы произошло, если бы оно только расширялось? Также есть приливы и отливы. Что бы произошло, если бы только всегда или чаще был только прилив? Наш дыхательный поток состоит из выдоха и вдоха. Было бы это нормально, было бы это хорошо, было бы это устойчиво, если бы существовал только выдох. Можно было бы добавить чередование дней и ночей, бодрствование, сон, посев и сбор урожая, времена года и так далее, и так далее. Если бы семя не упало на землю, если бы оно там не разлагалось, как бы появились новые растения, новые цвета, новые плоды, новые урожаи? И без вечного обновления всего, допускающего возрождение и новый рассвет, новый золотой век, после упадка сил предыдущего цикла, наступал ли бы истинный прогресс? Что было бы, если бы не было времени и пространства для ассимиляции? Прогресс действительно существует, но в виде спиральной формы. Если бы мы понимали это во всех аспектах нашего существования, как индивидуального, так и коллективного, мы бы освободились от многих ненужных и вредных тревог и переживаний. мы бы воспринимали кризисы как возможности и как натуральные, естественные события. Мы не стали бы изнурять себя, плывя, стараясь плыть против течения, когда это непреодолимо, экономя нашу энергию для нужного времени, времени расширения и роста и не пытаясь абсолютизировать это, особенно в продуктивном фанатизме производства, которое истощает нас. Мы бы не терялись, так бы не расточали свои силы в спорах, критике, ссорах и обвинениях, приспосабливаясь гораздо более мудрым и совершенным ритмам природы. В конце концов, мы не можем собирать фрукты зимой, не можем отложить посев до лета. Если мы хотим пожать до того, как посеем и позволим растению прорасти из земли, вырасти и зацвести, или если мы забудем посеять, всё пойдёт наперекосяк. Это принцип соизмеримости, своевременности, смысле мудрости. Это очень-очень важный принцип. Некоторые из нас склонны к лене, другие склонны к нетерпению или поспешности. И то, и другое — это неудобные и пагубные крайности. С другой стороны, этот принцип говорит нам, что мы не можем всегда быть одинаковыми, мы не можем оставаться в однообразии или производить что-то неконтролируемым образом. Мы не можем быть только в сторону увеличения или уменьшения, мы не можем быть только приливом или отливом. Нам нужно видеть другой полюс также, рассмотреть другую перспективу, отождествиться с обоими движениями нашего маятника, чтобы мощь их скомпенсировать. более отдалённо идея непрерывного роста, которую мы хотим поддерживать любой ценой, в значительной степени прористекает из понятия линейного и конечного времени. Это неудачное наследие еврейских и христианских идей. Тем не менее, в тех же самых культурах и духовных установках существует основополагающие тексты, которые допускают другую концепцию, которая заставила бы нас, естественно, приветствовать циклы, каким бы они ни были, и более того, воспринимать их как необходимые. Из этих текстов наиболее впечатляющей содержится в третьей главе Экклезиаста, одной из библейских книг Ветхого Завета. Там написано «Для каждой вещи есть свое время, и для каждой цели под небесами также свое время, время родиться и время умереть, время сажать и время собирать то, что посажено, время убивать и время исцелять, время ломать и время созидать, время плакать и время смеяться, время скорбеть и время танцевать, время разбрасывать камни и время собирать их, время предаваться объятиям и время воздерживаться от объятий, время, чтобы получить и время, чтобы потерять, время, которое нужно сохранить и время, которое нужно потерять. Время рвать и время шить. Время хранить молчание и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войны и время мира. То, что есть, уже было. То, что должно быть, также уже было. И Бог ищет то, что было изгнано. Конечно, как теософы, мы не можем принять идею личного Бога, как это предполагается в теологии монотеистических религий или среди простого народа. Мы утверждаем, что всё божественно, что всё есть Боги, даже когда они страдают амнезией в её проявлении. И что такие слова и понятия, как имитация, абсолютность, бесконечность в одном смысле и упорядывающая мудрость или закон в другом смысле, не породили бы недоразумений, не говоря уже о религиозных конфликтах, которые так часто омрачают наш мир. Тем не менее, то, что ценно в этом цитируемом тексте, не зависит от этого. «Бравый смысл» понимает, что внешне это реальные материальные вещи, вещи, которые мы можем слышать, которые мы можем видеть, которыми мы можем прикоснуться, которыми мы можем обладать, о которых мы можем сказать, «Это моё, эта вещь принадлежит этому человеку» и так далее. Но с эзотерической точки зрения, с точки зрения теософии и мудрости веков, то, что реально не имеет к этому никакого отношения, реально то, что постоянно, а не приходящие и уходящие вещи внешнего мира. Это то, что едино, что неделимо, а не отдельные вещи, не внешний мир. Это то, что не имеет ни начала, ни конца, то, что является вечной продолжительностью, как это называла Елена Блаватская. Вещи, которые имеют начало и конец, которые нереальны с эзотерической точки зрения, с точки зрения теософии. Вещи, которые непостоянны, нереальны. Вещи, которые нарушают единство, вещи, которые являются составными, как говорят в буддизме, нереальны. Вот это действительно реальное, что мы, теософы, должны подчеркивать. по этой причине и с этой целью мы должны жить в рамках упорядоченных циклов времени. Иногда люди спрашивают себя, должны ли мы больше учиться или медитировать, понимать больше или больше практиковаться. ответ светится к личности ясен. Обе вещи, каждая из которых соответствует циклу выдоха-вдох и вдох-прилив и отлив. Давайте мы будем так поступать в соответствии с завещаниями нашей дорогой Елены Петровны. Давайте будем теософами. Да здравствует теософия. Спасибо за ваше внимание. Дорогой наш друг, господин Анаклета, благодарим вас огромное спасибо, что вы с нами. Огромное спасибо вам за вашу силу воли и за то представление теософии, которое вы двигаете в мир. Мы выражаем вам огромную благодарность. Идея цикличности времени ведь одна из самых сложных, а вам удалось особым способом сконцентрировать эти главные ключевые моменты и предоставить весьма ясное представление данных процессов и выявить в доказательной исследовательской базе проблемы линейного и цикличного времени для развития и общества, и сознания. Да здравствует теософия. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...